Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как реагировать на то, что чужой взрослый человек отнимает игрушки у моего ребёнка, трогает его и указывает как играть? Столкнулась с тем, что чужие мамы учат моего полуторагодовалого малыша прямо при мне. Я всегда старался защищать его от агрессии других детей, а тут ещё и взрослые. В таком жизни меня не готовы. Как себе повезти? Меня очень сильно злит такое вмешательство. Да так, что хочется ударить. Я считаю, что это наглость, я не имею права лезть к ребёнку. Как быть, как реагировать. Ещё интересно, почему меня это вызывает такую злость. Ну я думаю, что, во-первых, если учат только вашего ребёнка, то думаю, что в поведении ребёнка есть что-то, что вызывает, скажем так, у людей подобное желание. Вот. Сложно, конечно, так вот сказать, что конкретно, ну о чём конкретно идёт речь. Да, то есть, сложно сказать, что именно. Наверное, ну вот то, что может вызывать, да, это вот, ну знаете, какое-то ощущение, чувство беспомощности, вероятно, стороны вашего ребёнка. И, возможно, вас. Это первое. Второе. Значит, то, что мамы могут вот позволить себе это делать, свидетельствует о том, что вы, скорее всего, себя не до конца размещаете в контексте ребёнка. То есть, вы вот, возможно, предпочитаете себя как-то вот подавлять, вы предпочитаете себя как-то, возможно, зажимать и прочее. Такой, вероятно, имеет место быть нюанс. А что с этим делать? Ну, для начала, как мне, кажется, имеет смысл учиться занимать более, ну более естественную позицию. Более естественную, активную позицию. Вот этого, вот что вам. То есть важно, чтобы ваша позиция была более активной, более естественной. Вот, чтобы мамы не возникают желания этого делать. Ну, я думаю, что то, как вы воспринимаетесь мамами как раз-как раз-таки провоцирует, э-э, провоцирует тех на... Такую модель, модель поведения. По отношению к вам. Вот. Что касается злости, то злость это история про оспаривание. Оспаривание. В этой ситуации вас оспаривают, в этой ситуации вам дают понять, что вы мало чего значите. Отсюда. Отсюда. Собственно говоря. Такая модель поведенческая. В этой ситуации вас злит. И именно, именно, вот именно то, что к вам так относится. Ну, это, надо сказать, э-э, нормально, в этом нет ничего дурного, в этом нет ничего плохого. Вот. Просто, э-э, идея здесь в том, чтобы вы, э-э, ну, э-э, чтобы вы старались, старались в этом смысле. Э-э, я бы сказал, ну, активнее себя, э-э, как я уже сказал, да, активнее себя замечать, активнее себя... э-э, себя размещать. Потому что, вот, вы этого, ну, не делаете, вот, в данном, ну, в данном контексте, в данном контексте. Вот. Отсюда возникают проблемы. Но, вот, это обида, обида на людей за то, что, вот, поставили вас в такое состояние. Э-э, интересно, как мне кажется, интересно, то, что вы почему-то считаете, что вашего ребенка нужно защищать от агрессии. Вы говорите, что я всегда стараюсь защищать его от агрессии других детей. означает ли это, что на вашего ребенка дети реагируют-то как раз агрессивно? Если так, это тоже очень важный момент. Это поведение жертвы, и вы, возможно, транслируете как раз, как раз транслируете своему ребенку поведение жертвы. Вот. Ну, понятно, что здесь я не знаю, я не знаю, как обстоят дела. Ну, возможно, возможно. Я ошибаюсь и не прав, но это нужно посмотреть их, ну, поисследовать, как минимум. Понимается, понимается та, какая штука здесь. Вот. На этом все. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Значит, буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Вот. То есть, тут вам в этом смысле хорошо, как мне кажется, хорошо. поможет в психотерапии. Вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. В общем, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Спасибо. Спасибо.